Приветствую вас, и, вы знаете, начать свой ответ мне бы хотелось с того, чтобы, наверное, ответить на ваши вопросы, которые вы задаёте. Первый вопрос у вас находится в штеге вопроса. Звучит он так. Итак, давление на жалость или любовь? Ответ здесь – давление на жалость. Второй вопрос. Я думаю, может повториться. Действительно, может повториться и повториться, потому что мужчина не меняется и ничего не делает для того, чтобы поменяться. Для того, чтобы ему поменяться, ему нужен психолог. Соответственно, это забытый круг определённый, да? Дальше. Как вам легче поступить в этой ситуации? Легче вам, все легче всего в этой ситуации вам поступить, опустив человека. То есть, представьте, взаимодействуйте, так что он посылает вам, значит, какие-то грустные, ну, грустные картинки, там, сообщения и так далее. Нет, это не значит ничего, потому что это, по сути, дело манипуляция, причём манипуляция, ну, достаточно дешёвая. То есть, это очень дешёвая манипуляция, классическая манипуляция такая, такая, вот, когда мужчина, значит, что-то норовит и стремится удержать вас любимыми способами, даже и такими. Вот, а здесь нужно обязательно сказать, что при потребности себя убить, при необходимости себя убить, человек испытывает непреодолимое желание это сделать. Вот, и оно не связано ни с вами, ни с кем-либо ещё, вообще ни с кем и ни с чем. Это желание не связано. Вот. Вот. А так, так, получается, что мужчины просто-напросто вас, вас, значит, ну, пытаются принудить. Вот. И всё. То есть, это также ответ, я надеюсь, на ваш вопрос, который вы задаёте в мапы, поступить лучше, именно отпустить его, именно перестать с ним взаимодействовать. Вот какое-то время он будет вам присылать грустные песни, вот, говорить, что он себя убьёт, может быть, вот. А потом он, скорее всего, будет агрессировать на вас, то есть, преследовать, как это обычно делают люди такого типа. Ну, вот. И только после этого, после этот ход-от-ход стадий, да, человек, наконец-то, примет тот факт, что всё. Закончилось, что вы больше не его человек, что вы больше ему не принадлежите. Вот. Правда, ещё раз, ещё раз повторяю, что это не произойдёт скоро, это не произойдёт быстро, это не может произойти быстро. К сожалению, к сожалению, быстро это не происходит, такие вещи. Вот. Вести себя лучше, значит, равнодушно, да, то есть, никак не реагировать, никак не отвечать на его слова. Или отвечать, но отвечать абсолютно холодно, чтобы он не чувствовал от вас какой-либо обратной связи, потому что, на самом деле, обратная связь, это именно то, что ему и нужно больше всего. Именно то, к чему он и стремится больше всего. Вот. То есть, если вы даёте ему обратную связь, значит, чем больше вы даёте ему обратной связи, тем меньше шансов, что он, ну, значит, оплаты уйдёт. И тем меньше, тем меньше шансов, что вы отношения, наконец, завершите с ним. Вот. Значит, это то, что касается ваших вопросов, я надеюсь, что на ваши вопросы я ответил. Ну, вот, настолько, насколько это возможно, да, ну, просто потому что, так как вы их, значит, так как вы их выдаёте, да, я надеюсь, что ответил вам на них. А теперь давайте изучим ваш текст и посмотрим, что вы пишете именно в своём тексте и какие выводы можно сделать из этого текста, в том числе и выводы, какие сделать можно из этого текста вам. Вам. Именно вам. Да. Итак. Вы пишете. Значит, находитесь в отношениях третий год. Значит, отношения длятся уже больше двух лет. Мне тридцать, ему двадцать шесть. Вместе не живём. Как вы познакомились с мужчиной? Алёна. Это первое. Что вас объединяло и объединяет? Нет. Это, соответственно, второе, да, то есть, ну, если вы, вы же как-то с ним познакомились, а вы же как-то с ним взаимодействовали, ну вот. С, эм, ну, с мужчиной. Вот. А, мне кажется, что это нужно обязательно вы, 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 выявить. Это, это нужно обязательно, эм, значит, определить, да? Потому что, ну, это важно. Это важно. А, дальше, дальше, дальше. А, какие у вас планы, э, общие у вас, э, с этим мужчиной? То есть, вы третий год вместе, но вы до сих пор вместе не живёте. Эээ, вас, эээ, устраивает такое, эээ, ну, положение дел? Я думаю, что, нет. Если вас не устраивает такое, такое положение дел, то, по какой причине вы, ээээ, значит, ну, продолжаете, ээээ, терпеть подобный расклад. То есть, вот, третий год вы в отношениях, да, и, ну, как бы ни с властьбой, ничего нет. Вот. То есть, это вот, эээ, тоже такой очень важный момент. Почему, почему важный момент? Потому что здесь очень многое зависит от вашего, от вашего восприятия, ээээ, самой себя. То есть, вот, эээ, если вы позволяете себе находиться в таких отношениях, да, если вы позволяете себе находиться в таких отношениях, то, почему бы и мужчине тогда вас не воспринимать так же, таким образом. Ну, вы ведь, вы ведь позволяете себе в таких отношениях находиться, а почему мужчина не может, аэээ, значит, ну, позволить себе, себе, ээээ, с вами взаимодействовать. Вот. Таким образом. То есть, здесь, эээ, все проистекает именно из, эээ, вашего отношения к самой себе. Здесь все проистекает из, эээ, вашей самооценки. То есть, из того, какая у вас самооценка. Из того, эээ, чего вы считаете, вы достойны. Кого вы считаете, вы достойны. Вот. Все здесь проистекает именно из этого аспекта. Аспект этот очень важен. Очень важен этот аспект. Да? Кхм-кхм. Эээ, дальше. Эээ, молодой человек работает на мойке, зарабатывая около десяти тысяч. Эээ, не совсем понятно, Алена, к чему вы это написали. То есть, если это просто факт, то зачем они? Зачем лично нам знать, сколько, эээ, ваш мужчина зарабатывает? Зачем лично нам знать, где он работает? Да? Для чего? Для чего вы это написали? С какой целью вы это написали? Понимаете? У вас есть какое-то отношение к этому, ну вот, к тому, что вы это написали? Возможно, и так. Возможно, у вас есть какое-то отношение к этому, но давайте тогда его раскроем. Эээ, ваше отношение к этому. Вы считаете, что, эээ, что это для вас не подходит? Вы считаете, что, эээ, мужчина должен, ну, больше зарабатывать или что-то еще? Хорошо. Но в каком случае? Вы же выбрали себе именно такого товарища. И возникает вопрос. Почему? Почему вы выбрали его? Если особенно, особенно, если вам не нравится, где он работает? Сколько получает. Но ведь согласитесь, что, эээ, это вполне логично. И тем не менее, тем не менее, вы все же, эээ, с ним. Вот это, я полагаю, эээ, нужно обязательно определить. То есть, нужно отделить, я бы сказал, одно от другого. Вот. И так. Понятно, да? Эээ, что вы вкладываете в свое описание молодого человека, что он работает на мойке, зарабатывает, эээ, около десяти тысяч рублей. Да? Хорошо. Идем дальше. А, дальше вы пишите о том, так, секунду. Так, вы пишите о том, что, эээ, значит, бывает часто обманывает, потом говорит, что мне показалось. Эээ, это свидетельствует о том, что человек, эээ, хочет казаться, а не быть. Это говорит о том, что человек не принимает себя таким, какой он есть. Это важный, очень важный момент. Это очень, очень важный момент, что ваш, эээ, мужчина вас обманывает. Да? То есть, это говорит о том, что, эээ, он себя не принимает. Эээ, и, соответственно, эээ, не принимая себя, он не может принять его. Эээ, и опять же, эээ, дело здесь не в том, дело здесь не в том, эээ, что он обманывает. Эээ, а в том, как вы к этому относитесь, понимаете? Как вы это воспринимаете? Эээ, принимаете ли вы это? Эээ, или нет? Если принимаете, то для чего пишите об этом? Если не принимаете, почему терпите? Понимаете? Какая история. То есть, опять же, непонятно, какой смысл вы вкладываете в то, что он так себя ведёт. Да? Понимаете, о чём идет речь? Дальше идём. Эээ, так. Часто поднимал на меня руку без основания. Ну, эээ, проблема поднятия руки, эээ, тем более, без основания, да, то есть, кроет в себе, эээ, ну, на мой взгляд, достаточно серьёзные ловушки. Ибо, ибо, эээ, значит, вы считаете, что, эээ, поднять руку можно, если есть основания. То есть, в теории, в теории, ээ, руку поднять на вас всё же можно. Главное, чтобы было основание. Согласитесь, согласитесь, что это несколько уязвимая позиция. Это первое. Второе. Вы позволили так к собой обращаться, эээ, мужчины. Вы позволили так взаимодействовать с вами. И у этого, конечно, также есть свои причины, также есть свои основания. То есть, дело не в мужчине, а в вас. Вы позволили так ему с вами себя вести. Почему вы позволили, эээ, себя вести так с вами? Это вопрос интересный. Мне кажется, что, эээ, причины здесь всегда в некоторой степени универсальны. Это страх, эээ, остаться одной. Вот. Это, эээ, значит, неуверенность в себе. Это чувство вины, может быть, это, эээ, еще какие-то аспекты. Вот у вас, например, это гиперответственность. Вот. Ибо вы говорите, что у вас, ээ, душа не на месте. То есть, вы, эээ, для своего, ээ, мужчины, да, эээ, хотите быть мамой. То есть, вы склонны его опекать. Об этом говорит, эээ, ваша фраза в конце, эээ, текста. Да? Вот. Что я не могу, эээ, тянуть, эээ, всё на себе. Вот. Понимаете? Вы и, эээ, не должны, эээ, всё тянуть на себе. Нужно, чтобы и мужчина, эээ, что-то делал. А для этого вам нужно дать ему ресурс, чтобы он что-то делал. Стимул. А, стимул, стимула вы ему не даёте, потому что вы, понимаете его таким, как он есть. Ну, то есть, терпите его, даже не принимаете, а терпите. Вот. Понимаете? А, он, ээ, видя, что вы его таким терпите и принимаете, естественно, что дальше и дальше уходят в, эээ, свое деструктивное поведение. То есть, эээ, здесь нужно, эээ, для начала изменить ваше отношение к тому, что происходит. И увидеть, что не он как-то негативно, эээ, ведёт себя по отношению к вам, а вы позволяете ему это делать. Вот. И у вас есть свои для этого основатели. Вот. Это такой момент. Дальше. Эээ. То есть, могу не всю песню включить, потому что, как раз дозирался, и он ногами меня избил. И, и, Алёна, вот, ээ, вы думаете, вы думаете, это случайно, что вы терпите от него такое поведение, такое отношение? Вы думаете, это случайно? Вы же понимаете, что это не случайно, вы же понимаете, что у этого есть причина, вы же понимаете, что, эээ, вы позволяете мужчине вести себя с вами очень плохо. Но позволяете. Низлобря ни на что позволяете. И вопрос в том, почему позволяете. Вопрос в том, ради чего позволяете вести себя. Ну, вести, вести не себя, а ради чего позволяете, эээ, мужчине вести себя с вами. Так. Понимаете? Ну, вот, что важно. Вот, что действительно важно. А пока вы описываете, эээ, позицию жертвы из, эээ, треугольника Карпмана. Вот. То есть, в треугольнике Карпмана вы, эээ, занимаете роль, эээ, жертвы. Вот. Которая ничего не решает. Которая ни на что не способна. Которая ни на что не отвечает. И у которой все происходит, помимо ее, собственно говоря, воли, воли. Ну, помимо ее желания, помимо ее, эээ, потребностей, каких-то и так далее. Вот. И это, эээ, вследствие того, что вы берете ответственность. Но берете ответственность вы не за себя, как надо бы брать ответственность. А, берете ответственность за других. И тем самым, вроде как, эээ, по пустоту ответственности заполняете, но ничего не меняется. По факту. Для вас. Дальше идем. Так, эээ, все это у меня накопилось, и в последний раз в нашей истории я просто передал опечатные звонки и сообщения. Мне кажется, так проще. Ну, вы знаете, эээ, так может быть и проще, да. Но это не решает, эээ, проблемы изначальные. Это первое. Второе. Да? Второе. Да? Это не меняет ничего вас. То есть вы остаетесь по сути делу, ну, по сути делу такой же. То есть у вас ничего не меняется из-за этого. Вот. И это, конечно, куда более, эээ, серьезно, потому что, эээ, по сути на данный момент, эээ, вы просто-напросто избегаете проблемы. Вот. Что, то есть лока, локально, локально, вы проблему, конечно, вроде бы решили. Локально. А вы ушли, эээ, ну, от мужчины, который вас, эээ, так сказать, стретировал. Но, эээ, те внутренние аспекты, которые сделали возможным само такое отношение к вам, да, оно останется. Оно никуда не денется. И вот с ним, с ним, вам нужно будет что-то делать. Вам нужно будет менять себя, работать над собой и так далее. В зависимости от того, чего вы хотите. Дальше идем. Эээ, поговорить неоднократно, определившись с ним, наши отношения никуда не ведут абсолютно. Вы понимаете, эээ, в чем дело? Эээ, как бы, говорите мужчиной вы, да, инициатором разговора выступаете вы, эээ, а ему это не надо. Вообще. Мужчина понимает язык действий, язык поступков, но не язык слов. Особенно от женщины, и особенно, особенно от женщины, которая с ним. И особенно от женщины, которую он бьет, бьет. Вот. Вы согласны с этим вот самым? Как вы думаете? Вот. Дальше. Эээ, поговорить неоднократно, пытаясь с ним, наши отношения никуда не ведут абсолютно. Опять же, если вас волнует, что отношения никуда не ведут, то именно вам же и нужно что-то сделать, чтобы они куда-то вели, с ним или без него. Не вас, но вели. Эээ, дальше он меня никуда не отпускает, я перестал ездить в отпуск. Опять же, нет. Нет. Это, это вновь позиция жертвы. Эээ, не он вас, эээ, не отпускает куда-то. А вы позволяете себе не ехать в отпуск. Вы позволяете себе не отпускать себя же. Это всё позволяете делать вы. А не он. Понимаете? То есть, тут, эээ, тонкость не в нём, а в вас. По какой причине, например, по какой причине вы, эээ, позволяете ему диктовать вам куда идти, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Понимаете ли вы, почему он ведёт себя так? И понимаете ли вы, почему вы ведёте себя так? Эээ, в кафе или куда-то ещё не ходим, подарков не было ни разу. Опять же, Алёна, здесь вы как будто жалуетесь. Я понимаю, это неприятно. Но вы выбрали такого мужчину. Почему? На что надеялись? На что рассчитывали? Чего хотели? Недавно я заболел, он пьяный устроил скандал моей маме, чтобы она меня разбудила, и ему сразу всё равно так хотел видеть меня. Но это эгоизм. Неужели у него ко мне любовь, если он так себя ведёт даже больным человеком? Нет, нет у него к вам любви, Алёна. Но вам эта любовь нужна. Вам нужна любовь. Вам нужно чувствовать себя любимой. Это значит, что вы что-то в себе не принимаете, и за счёт другого пытаетесь купировать. Вот вы говорите, что моей маме, да, устроил скандал. Отца нет. Значит, вот возможно из-за того, что у вас нет отца, да, нет перед глазами вероятного и адекватного мужского поведения. С первичного образа мужчины нет. Возможно, вы чувствуете недолюбленный себя со стороны мужчины. В последний раз поднимал руку пару месяцев назад, после этого убеждал, что вот видишь, уже достаточно времени прошло, мол, я, мол, изменился. Но ведь это было уже не первый раз. Я думаю, что можно постариться, да, постариться. Попыткой моей с ним поговорить, начинаешь плакать, говорить, что убьёт себя, отправляют мне разные глупые и грустные песни, сообщения и прочее. Он от вас зависим, он вас нуждается, вас нуждается. Вы можете прочитать про садистов. То есть, вот, садистический тип людей, да. Садисты всегда выбирают себе пары мазохистов и выбирают человека, который мазохист. Мазохист либо получает удовольствие от, ну, от того, что страдает. Либо мазохист себя наказывает за что-то, за какие-то вещи. И считая, что он вправе себя наказывать, считая, что он достоин того, чтобы себя наказывать, человек, вот, выбирают отношения, в которых ему, ну, вот, как вам, например, очень-очень дискомфортно. Вот. То есть, тут вам нужно просто больше узнать об этом и так далее. Но общий депрессивный настрой вашего текста мне очень не нравится. При попытке моей с ним поговорить, так, наш телефон не замолкает, постоянно звонит. У меня душа, душа не на месте. Что это значит? Что вы подразумеваете под тем, что у вас душа, душа не на месте? Алена. Какие чувства, какие желания? Какие страхи, страхи, может быть? Мне хочется ответить. Хочется ответить, чтобы что? Если вам хочется ответить, то это ваши желания. Чего вы хотите? Что вам нужно? Подумайте, Алена. Я понимаю, что он все вернется на круги своей, и разговоры с ним тем более бесполезны. Да, но вам хочется эти желания, их нужно выявить и учиться реализовать самостоятельно. Реализовывать самостоятельно. Я его люблю, но он ни к чему не стремится, и мне кажется, меня туда же тянет. Ну, я бы не сказал, что вы его любите, потому что, судя по тому, что вы описываете, вы не любите себя, в первую очередь, ну, раз, позволяете, так, взаимодействовать с собой. Вот. Вы не любите себя, а раз вы не любите себя, то и его любить вы не можете в принципе. Вот. У вас есть к нему подрывности, у вас есть к нему чувства, у вас есть к нему нужда. Вот. Но, вряд ли это можно назвать любовью. Нет, любовью я бы это не назвал. Определенно нет. Вот. Я верю, верю вам, верю в то, что вы считаете, что вы его любите, но хотя бы, вот просто подумайте, да, что любовь это принятие другого человека, а вы его не принимаете. Вы описали много аспектов, которые вам не нравятся. Блин, вы говорите, что он тянет вас на одно и так далее. Может быть, но для него это реальность, для него это реальность, ему такая жизнь нравится. И, на мой взгляд, он менять ничего не собирается. А вам, вам это не нравится. Вам не нравится такая жизнь с ним. Поэтому о любви здесь говорить не приходится. Ну, опять же, принимая во внимание определенную вашу депрессивность, да, которая вот у вас имеет место быть, я бы сказал, что, ну, все насчет любви здесь, ну, тоже можно сомневаться. Вот. Дальше. Идем. У меня морально нет сил уже тянуть это все. А что это все вы тянете? Понимаете? Алёна. Что это все? Это все это что? Понимаете? Что это? Вы тяните только то, что вот вас касается. Вот. Вы тяните только то, что, ну, с вами связано. Вот. А то странная, как, странная ситуация происходит. То есть, как будто вы тянете за другого человека, все это, берете ответственность на него, да, и тянете. Вот. Это очень странная позиция. То есть, тут нужно, надо бы здесь границы ответственности своей рассмотреть как следует. За что вы отвечаете в отношениях, за что вы хотите отвечать в отношениях, за что вы не хотите отвечать в отношениях. Вот. То есть, что вам в тягость, что вам не в тягость. Вот. Мне кажется, что это вот основное вообще, что нужно разбирать в первую очередь. Вот. А лёгкого пути нет. Лёгкого пути нет. То есть, нет какого-то способа, да, нет какого-то уникального, универсального способа, значит, чтобы эту ситуацию завершить легко. Лёгкого способа нет. А можно просто мужчине вот поставить перед тактом, да, перестать не взаимодействовать, изучить его о своём решении и заниматься с собой. С собой заниматься. Вот. Обратите внимание на наличие или отсутствие у себя реализованности. Обратите внимание на наличие или отсутствие у себя любимого дела, хобби, увлечения и так далее. Обратите, обратите внимание у себя на эти вещи. Это важно. Это очень важно. всё. Всё. И я уверен, что если вы на это вот внимание, внимание обратите, да, если вы увидите, ну вот, данные обстоятельства, вот. Вот. Что мне кажется, что у вас будет куда больше шансов из этой ситуации выйти легко именно для себя. Не с точки зрения мужчины, а именно для себя. Это все-таки разные вещи. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, в первую очередь, это субъективная сторона, в вторую очередь, это восприятие себя, собственная экзистенциальная позиция, самооценка, уверенность в себе, удовлетворенность, потребностная сфера, модель гендерного поведения, образ партнера гендерного. Вот. Далее, это отношения с мамой и развитие этих отношений, а также их влияние на, ну, на вас, да, на ваш взгляд, на ваше восприятие, скажем так, себя. Вот. Вот. Вот это все очень, очень важно. Вот, 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 работая над этими аспектами, можно, как раз таки, выявить все, все это необходимое, что мешает вам получать удовольствие от жизни и иметь, собственно, свое женское счастье. и счастье, которого вы, безусловно, достойны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.